Привет, народ, как дела? Я Джей. И сегодня я расскажу вам, как пользоваться хлопушкой. Канер 1, дубль 1, но сначала один совет. Не доверяйте хлопушку кому угодно, потому что оператор скажет маркер, и тот займется чем-то другим, когда будет нужен. Вам нужен второй ассистент режиссера или оператор. Сцена 2, дубль 2. Начнем с надписи на хлопушке. У нас есть название проекта. Есть номер сцены. Номер кадра, который начинается с единицы и увеличивается каждый раз при смене положения камеры и замене объектива. Номер дубля. Он увеличивается после отключения камеры. И еще есть номер ролика или карты памяти. Здесь у вас имя режиссера и оператора, постановщика. Тут они совпадают. Дата, ее я не буду объяснять. Ваш FPS, кадры в секунду. И фильтры, если вы их используете. Вы можете снимать в помещении или на натуре, и тогда указываете днем или ночью. Второй ассистент держит хлопушку всегда наготове. Где хлопушка? Чувак, нашел. И знает, какой стоит объектив. Умеет найти положение, где хлопушка полностью в кадре. Если слишком темно, может понадобиться фонарь. Как только все готово, должно произойти что-то вроде этого. Звук. Запись пошла. Камера. Камера включена. Маркер. Сцена 5, дубль 1. И мотор. Вы говорите только кадр и дубль. Кадр 5, дубль 1. Кадр 9, дубль 3. Кадр 11, дубль 7. Не забудьте хлопнуть весело и звонко, с четким щелчком. Потом будет легче синхронизировать. Если нужен второй хлопок, просто скажите. Второй удар. Кадр 5, дубль 1. Ну, режиссер скажет. А, все отлично. Но давайте сделаем еще дубль с того момента, где вы говорите. Я люблю тебя. Номер дубля всегда увеличивается, но называйте вы его до съемка. Кадр 5, дубль 1, до съемка. Иногда вы хлопаете, но камера выключается до команды мотор. В этом случае номер дубля остается тем же, но вы добавляете PFS. Это значит после фальстарта. Отмечается как кадр 21, дубль 4, PFS. Иногда в каком-то дубле не пишется звук. Если это так, мы называем это BFS, что означает без звука. Тогда не хлопать, не называть кадр, не называть дубль, ничего. Просто накрыть рот и держать хлопушку для монтажера на потом. И вы должны держать хлопушку пальцами между планок. Бывает, использовать хлопушку в начале кадра неудобно. Из-за одного и из-за другого по любой причине. Ничего. Нет проблем. Но тогда оператор говорит, хлопушка в конце, а не маркет. Ну, а реже все расскажет. Снято. И все надеются, что звукоператор и оператор не забудут не отключиться. И вам покажут хлопушку и крикнут. Хлопушка в конце. Тогда второй систем держит ее вверх, тормашка. Кадр 8, дубль 4, хлопушка в конце. Теперь камера и звук могут отключаться. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И если вам понравилось это видео, можете смело поделиться им. И как говорит Арни, I'll be back через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok